Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена, зачем, для чего. И как раз в сегодняшнее видео хотелось бы посвятить теме пассивного дохода. Можно ли жить на пассивный доход? Какие способы жизни на пассивный доход? И вообще все, что связано с пассивным доходом. То есть есть такое достаточно интересное направление стать пенсионером в 35 лет, то есть отойти от дел молодым и счастливым, то есть это набирает все больше и больше популярности. Сейчас это еще более актуальным становится. Давайте, в принципе, поговорим об этом. Я бы хотел здесь больше поделиться своим собственным мнением, что я думаю по этому поводу, что я подразумеваю под пассивным доходом, что, как мне кажется, является истинной, а что есть маркетинговая уловка для того, чтобы продавать какие-либо продукты инвестиционные. И там есть некие скрытые подводные камни, о которых бы тоже сегодня хотелось поговорить. Если вам интересна тема пассивного дохода, какие бывают способы, какие есть подводные камни, смотрите обязательно данное видео до конца. Думаю, вам будет полезно. Итак, про пассивный доход. Что люди представляют, когда говорят о пассивном доходе? То есть я буду жить гарантие, то есть у меня будет столько денег, сколько нужно. Поднимаю тосты за то, чтобы наши желания офигевали от наших возможностей. И я ничего не делаю активно, и мне приходят деньги. И здесь первое, о чем хотелось бы поговорить, все-таки понять, что деньги – это некая мера стоимости. Мы деньги получаем всегда взамен чего-то. То есть если смотреть в природу денег, у них есть несколько функций у денег, и одна ключевая функция такая – это мера стоимости. То есть она изменяет некую потребительскую ценность. То есть если мы получаем деньги, мы их всегда получаем взамен чего-то. Если мы работаем по найму, то мы деньги получаем взамен нашего времени, которое мы тратим на работодателя, выполняя определенные функции. Если мы получаем доход в форме гонорара, то это некие денежные средства, которые мы получаем за наши знания, за нашу экспертность, для достижения какого-то определенного результата. Если это инвестиции, то мы получаем деньги за наши деньги. То есть мы продаем наши собственные деньги кому-то. Взамен чего мы получаем деньги? Мы можем продавать эти деньги банку, Мы можем продавать эти деньги предпринимателю, являясь акционером или собственником какого-то бизнеса. И в этом случае, когда мы говорим про пассивный доход от инвестиций, нужно понимать, что в этом случае нужно продавать деньги. То есть у нас должен быть какой-то пул собственных денег, собственного капитала, и вот его мы должны продавать. Есть еще форма дохода различного рода государственное обеспечение, гранты, пенсии. Здесь мы продаем для государства значимое поведение. То есть первое, когда мы получаем пенсию, например, пенсионеры получают пенсию. То есть почему они получают? Потому что до получения пенсии они значительную часть своего дохода направляли в пенсионный фонд. То есть получается, таким образом, это некая гарантия того, что ты в будущем, сегодня ты отдавай налоги, отдавай перечисление в соцстрах, в медстрах. Когда взамен ты, когда будешь уже менее активно работать, государство тебе обеспечит какой-то гарантированный доход. Деньги, которые мы получаем, это всегда некий элемент того, что мы что-то продаем. И тогда возникает вопрос, если мы хотим получать пассивно доход, ничего не делая, ничего не отдавая взамен, мы хотим, чтобы нам деньги поступали. Когда возникает вопрос, а что, вообще это реальность или нет? И вот первый такой посыл, который хочется донести, который хочется, чтобы вы услышали, что чудес не бывает. Если вы ничего не отдаете, то вы ничего не получите. И тогда получается, что если говорить о таком классическом понимании, я ничего не делаю, а деньги мне не идут пассивно, то что здесь может быть? Мы занимаемся инвестициями, то есть мы продаем собственный капитал, мы продаем собственные деньги, мы можем продать их банку. Некий элемент гарантированности, то есть мы банку открываем банковский вклад, размещаем денежные средства на банковский депозит, в котором оговорены сроки, в котором оговорена процентная ставка, по которой берет. И в этом случае мы получаем какой-то определенный доход. Но тогда мы опять приходим к тому, что у нас должен быть значительный капитал, для того, чтобы небольшие проценты по депозиту, которые мы получаем, были достаточны для того, чтобы обеспечивать наш уровень потребления. Мы можем продавать эти деньги собственникам, когда мы являемся акционерами каких-то компаний, то есть мы увеличиваем капитал акционерного общества, являемся собственниками, со-собственниками, миноритарными, разделяем все риски, никакой доход нам никто не гарантирует. Но в этом случае мы имеем право на получение части чистой прибыли, которая зарабатывает компания. И здесь, соответственно, есть компании роста, есть компании стоимости. Компании стоимости – это достаточно крупные компании, которые выплачивают дивиденды, и у них значительная доля дивидендных выплат. Есть компании роста, которые пока вообще ничего не выплачивают, они только развиваются, но они расширяются. И в будущем мы рассчитываем, что они будут все-таки платить дивиденды, потому что они захватят определенную долю рынка. И тогда получается, что мы продаем свои собственные деньги, передавая их собственнику. То же самое касается, допустим, собственного бизнеса. То есть, когда мы являемся предпринимателями, когда мы создаем какие-то собственные бизнесы, то есть продаем в этом случае свои предпринимательские способности, способность создать потребительскую ценность для людей в форме товара или услуги, соединить в процессе создания этой потребительской ценности природные ресурсы, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы. Часть финансовых ресурсов может быть наша собственная, часть финансовых ресурсов может быть привлеченная. То есть мы можем точно так же выступать покупателями денег, покупателями капитала, когда мы привлекаем инвесторов к нам в проект. То есть тогда мы являемся покупателем. И в этом случае мы можем или гарантированно платить, то есть когда мы привлекаем в форме кредитных денег, пополняем оборотный капитал за счет кредитных средств, или мы привлекаем условно-бесплатные, то есть мы ничего не платим взамен, то есть мы не берем никакой кредит, мы не выпускаем никаких облигаций, мы просто говорим, хочешь со мной стать инвестором, в этом случае давай мне деньги и если я заработаю, то я тебе буду пролатить деньги с чистой прибыли, которые будут направляться на выплату дивидендов. В конечном счете, если мы посмотрим все эти истории, мы приходим к тому, что для того, чтобы иметь некий такой пассивный доход, нужно иметь капитал. И здесь тоже хочется об этом поговорить, после того, как мы перейдем уже непосредственно к способам, какие могут быть для того, чтобы обеспечить себе пассивный доход от инвестиций, здесь уже сделал оговорку, то первое, что нужно понимать, когда вы об этом задумываетесь, какой вам необходим размер капитала, чтобы сформировать некий пассивный доход. И часто бывает, люди не понимают, кто-то хочет много миллиардов, кто-то хочет миллион долларов, и у всех разные цифры, чем моложе человек, тем, как правило, он достаточно амбициозный. И здесь есть очень хорошая, замечательная формула жить на пассивный доход, то есть где она начинается, как рассчитать, какая мне сумма необходима. Для того, чтобы обеспечить пассивный доход, есть несколько уровней финансовых целей, то есть первый уровень – это финансовый достаток. Финансовый достаток определяется, как половина ваших ежемесячных трат вы получаете пассивным образом. То есть, если вы в месяц тратите 100 тысяч рублей, то, соответственно, половина от этой суммы, 50 тысяч, вы должны получать пассивным образом. Как это можно посчитать? Есть очень простой коэффициент – определение уровня финансового достатка. Вы умножаете уровень своих ежемесячных трат на 75, то есть мы 100 тысяч умножаем на 75, получаем 7 миллионов 500 тысяч рублей. Вот коэффициент 75 – это вы получаете некую сумму, умножив свои ежемесячные расходы, разместив которую на банковском депозите под 8% годовых, половина этой суммы будете получать пассивным. Потому что если мы 7,5 миллионов рублей разместим под 8% годовых, это будет сумма в размере 600 тысяч рублей в год. 600 тысяч рублей в год делим на 12 месяцев, это получается 50 тысяч рублей. То есть половина суммы от 100 тысяч рублей вы получаете пассивным способом. Второй уровень для обеспечения так называемого пассивного дохода – это ваши ежемесячные расходы нужно умножить на 150, в два раза больше. Ну то есть логично, да, то есть 100% средств, которые вы тратите ежемесячно, вы получаете пассивным образом, да, то есть получается это 15 миллионов рублей, ежемесячные проценты 100 тысяч рублей, то есть некий такой жизнерантье. Мы здесь сейчас не берем поправки на инфляцию, мы сейчас не разбиваем на реальную и номинальную доходность. Мы говорим, что вот с поправкой на инфляцию мы получаем 8% годовых. Если вы хотите получать 100 тысяч рублей в месяц, то в этом случае нужно понимать, что это обеспечит капитал с доходностью 8%. Соответственно, если мы там умножим на, ну сократим в два раза, да, то есть у нас доходность инвестиций будет не 8%, а 16%, в принципе такую доходность у нас может обеспечить капитал в два раза меньше. С какой доходностью вы работаете? Я сейчас говорю про консервативные инструменты. То есть для кого-то это большие суммы, для кого-то небольшие. Кто-то может сейчас после просмотра видео сказать, ну в принципе реальная тема, да, то есть у меня есть квартира в ипотеке, ее просто надо выкупить, продать и в принципе я могу получить жизнь рантье. Кто-то так может сказать, кто-то скажет, при наших доходах, да, Максим, о какой там 15 миллионах ты говоришь, а если я хочу миллион рублей, я миллион умножаю на 150 и получается, что мне 150 миллионов что ли нужно? И здесь тогда возникает вопрос закономерный и мы стараемся достаточно часто на канале ответить на него, поэтому я настоятельно рекомендую подписаться на канал. То есть каким образом увеличивать активный доход, да, и как в принципе в этом случае смотреть на активный доход. То есть если мы хотим получать миллион рублей в месяц пассивным образом, с доходностью 8% годовых это 150 миллионов, с доходностью 16% годовых это 75 миллионов. Ребят, задумайте, 75 миллионов с доходностью 16% реальной доходности позволит в принципе при прочих равных условиях получать миллион рублей в месяц пассивного дохода. И в этом ключе для кого-то это может показаться вполне реальные вещи. И что самое интересное, посмотрите, цифра 75 миллионов, очень близко к цифре в 1 миллион долларов, да, потому что если мы имеем капитал в 1 миллион долларов, то в этом случае мы можем находиться в любой части земли, мы можем иметь семью, у нас будет качественное медицинское обслуживание, у нас будет качественный продукт, у нас будет хорошее качественное жилье, у нас будет хорошее качественное образование, которое мы можем получить и в принципе у нас будет очень высокая мобильность. И как раз таки именно исходя из этого, да, я создаю проект миллион за 8, миллион долларов за 8 долларов в день. то есть подробнее об этом я рассказываю на мастер-классе обязательно проходите по ссылочке но мы соответственно продолжим то есть что еще позволяет то есть первое о чем нужно задуматься создать вот эти вот 75 миллионов и давайте тогда посмотрим в этом ключе на активный доход очень многие с кем я об этом говорю да для них является это неким таким открытием есть два типа получения активного дохода то есть первый тип активного дохода и я попрошу оставить стать у вас комментарий да какой тип активного дохода лично вы получаете это я называю кирпичный завод то есть когда вы вынуждены постоянно что-то производить товар или услугу ну тоже самый принцип кирпичного завода то есть есть кирпичи постоянно востребованные можно реализовывать но для того чтобы получать доход у вас постоянно должна привозиться глина замешиваться выкладываться там форма дайте формы должны где-то обжигаться должны где-то сушиться и соответственно чтобы у вас был доход у вас постоянно должны выходить новые кирпичи избыток кирпичи должен быть налажен то есть вы находитесь в таком постоянном цикле производства произвел кирпичи получил деньги не произвел кирпичи встал не получил деньги второй тип дохода это производство книг то есть когда человек пишет книгу и в дальнейшем получает за нее разово он получает какой-то по контракту гонорар за то что он написал книгу в дальнейшем он получает платежи за то что он эту книгу даже не он а издательство делится частью прибыли от реализации книги в первом случае производим кирпичи во втором случае один раз написали книгу и ролл эти получаем постоянно да и в этом случае вопрос пассивный доход тоже будет строил те которые получаешь и можно написать 10 книг и в принципе на эти руки в дальнейшем же до вопрос какую книгу ты написал это не к тому что я призываю заниматься производством кирпичей или книг я говорю философия да то есть посмотрите на себя сами вы в какой системе находитесь вы производите кирпичи если вы не произведете этот кирпич что соответственно у вас и денег не будет вы деньги получаете взамен кирпича который нужно производить постоянно или второй вариант вы создаете книгу вы создаете программные продукты вы создаете какую-то школу вы создаете я не знаю обучающий курс тот же самый где находится создание вот этой прибавочной стоимости потому что здесь во втором случае он достаточно активно масштабируем здесь скажем так присутствует больше независимости при этом я бы еще раз хотела прийти к вопросу о том за счет чего мы получаем деньги наверное не в этом видео обязательно подписывайтесь на канал мы поговорим о том за что действительно более подробно мы получаем деньги и как в этом случае можно увеличивать свой активный доход а сейчас давайте о том какие же есть способы да какие способы непосредственно доступны первое конечно же банковский депозит банковский депозит когда у вас есть крупная сумма мы посчитали что для получения пассивного дохода в 100 тысяч рублей нам необходимо для финансового достатка все с половиной миллионов рублей для финансовой независимости 15 миллионов рублей здесь все понятно доходность 8 процентов годовых но есть инфляция да то есть есть нюанс каким образом это перекрывать все что связано с банковскими депозитами как правило имеет реальную отрицательную доходность в будущем что такое реально отрицательная доходность это если мы на нашу доходность банковского депозита накладываем инфляцию то в этом случае получается что у нас реальная доходность отрицательная то есть банковский депозит не перекрывает инфляцию если стоимость жизни удорожается со временем на уровень инфляции то банковский депозит не до конца справляется с функцией именно такого royalty то есть вы вынуждены будете все равно активно распределять свой собственный капитал чтобы превысить доходность инфляции на 8 процентов второе что можно сказать каким образом здесь можно получать это недвижимость сдача недвижимости в аренду когда недвижимость сдается в аренду кто-то сдает посуточная кто-то сдает ежегодно опять же нужно считать реальную доходность потому что люди говорят вот я куплю квартиру там не за 10 миллионов будут сдавать ее там за какую-то определенную сумму не учитывают амортизацию не учитывают износ не учитывают того что они планируют купить новую квартиру в который нужно еще провести ремонт которую нужно поставить мебель, пустая она не будет приносить высокой рентной доходности, то есть здесь нужно тоже заниматься профессионально. Этой работой не на пассиве точно. Недвижимость как может быть внутри России, так и за рубежом. За рубежом, как правило, это более профессиональная история, за рубежом, как правило, это в управление берут эту недвижимость профессиональной управляющей компанией. Опять нужно смотреть на доходность, нужно смотреть на инфляцию, нужно смотреть на коммунальные издержки, нужно смотреть на налоговые издержки, нужно смотреть на издержки, которые берет управляющая компания, как часто сдается недвижимость в аренду, то есть это долгосрочная аренда или краткосрочная аренда, то есть мы должны понимать, что мы говорим о доходности 8% годовых реальной доходности с поправкой на инфляцию. И здесь получается, что инструменты с фиксированным доходом, которые предлагают нам понятные, прозрачные, регулярные платежи, это, как правило, консервативные инструменты, и их доходность реальная, не покрывает даже инфляцию. И это касается не только России, это касается абсолютно всего мира. И хотим мы того или нет, мы должны понимать, что когда мы идем к своему пассивному доходу, мы должны использовать инструменты фондового рынка, те же самые акции, потому что практика показывает, что в долгосрочном периоде акции обыгрывают инфляцию, потому что они имеют в своей цене инфляционную составляющую, потому что это реальные бизнесы, которые работают в реальной экономике, и они могут переложить инфляционные издержки на потребителей. И в этом случае получается, что если мы достаточно молоды, если мы ставим себе задачу формирования капитала, долгосрочного формирования капитала, то с этой задачей прекрасно справляются инвестиции на фондовом рынке. Но, опять же, можно говорить о том, что можно рассматривать собственные инвестиции, создание собственного бизнеса, стать соучредителем, соинвестором, где у вас будет одновременно объединяться несколько источников дохода. Вы можете создать совместный бизнес, в котором вы и собственные деньги вкладываете и получаете дивиденды как инвестор, в котором вы вкладываете собственные деньги и получаете деньги как генеральный директор или директор по маркетингу, и тогда у вас получается из бизнеса несколько источников дохода. Вы также можете вкладывать в бизнес, давая в долг, как консервативный инструмент, выдавая непосредственно кредит компании и, соответственно, с этого получая определенный доход, но, опять-таки, выступая как инвестором. Бизнес – это хорошая история, но о чем здесь хочется сказать, если вы смотрите в этом направлении, смотрите проверенные бизнес-модели, смотрите в направлении франшиз, используйте ресурсы, которые предлагают франшизы. Почему франшиза? Потому что это фактически структурированный, упакованный бизнес, есть четкая инструкция, как он строится. И смотрите, в России проводятся ежегодно выставки франшиз. Можете приехать в Москву, посмотреть франшизы, которые вам нравятся. Сколько уже франшиз работают, как давно работают, посмотреть. Вопрос, а какие сейчас выставки франшиз в России? Байбренд выставляют каждый год. Просто российские франшизы, если говорить про выставки, то есть там некоторые просто на этом зарабатывают. То есть условно берут какой-то бар, говорят, вот мы сделали меню, и мы теперь франшизу этого бара продаем. То есть по сути продают набор коктейлей, которые в этом баре, и какая вывеска должна быть. Это один вид франшизы. Есть полноценные франшизы, которые предлагают программный продукт, которые предлагают обучение персонала, обучение менеджмента, управление бизнес-процессами, маркетинг-план, привлечение клиентов, то есть заинтересованы. И в этом случае важно смотреть, что не просто там одна-две точки франшизы, а чтобы их было в разных городах, в разных регионах, чтобы была обучающая программа. Просто посмотреть буклет, то есть съездить, познакомиться, вам же никто не говорит сразу, вкладывать. Но такие франшизы, как правило, вход достаточно большой, то есть много стоит. Но люди у нас как гонятся, то есть открою островок по франшизе, где-нибудь в торговом центре окупаемость 2-3 месяца. На цифрах все выглядит хорошо, по факту там возникают сложности. Ну это тоже один из источников, но это уже не про пассивный доход, да, то есть это к вопросу тому, что если стоит вопрос получения пассивного дохода, нужно понимать, что пассивный доход обеспечивает капитал. И в этом случае мы должны идти по пути создания капитала. И суть заключается в том, что на этом пути у нас есть две вещи. Первое, люди не хотят работать в долгую над созданием капитала. Второе, люди колоссальный ущерб своему долгосрочному приросту капитала наносят, оформляя кредиты, потребительские кредиты, автокредиты, то есть когда они хотят потреблять прямо сейчас. И это получается, посмотрите, я всегда в этом случае рекомендую, сейчас такая возможность есть через сайт Горисуслуги. Если есть авторизованный аккаунт, можно в любом банке, в котором у вас есть кредиты, обратиться, Сбербанк это в принципе предоставляет один раз в год или два раза в год бесплатно. То есть просто запросите свою кредитную историю, бюро кредитных историй, посмотрите, какие кредиты в принципе были взяты, сколько процентов вы заплатили банку, которые могли бы быть направлены на создание капитала. То есть купили вещь, вещь через 5 лет обесценилась на 80% раз потери капитала, человек переплатил 80% потери капитала, и в итоге он оказался с вещью, которую можно продать за 10-20% текущей остаточной стоимости. А что она создала для него вообще, она какую-то дополнительную прибавочную стоимость для него принесла? Или это просто телевизор, который 5 лет назад был куплен, который сейчас за 10% его стоимости не продашь? Поэтому это тоже важно понимать и учитывать, что нужно соответственно начинать с консервативных инструментов, соблюдать баланс, использовать непосредственно покупку акций. Друзья, у нас недавно вышло совместное интервью с Дмитрием Черемушкиным на его канале Wall Street Pro, на котором мы рассматривали будни Московской биржи, и получился некий такой батл. Но даже там не батл, а история Дима отличается тем, что он спекулятивно работает на российском рынке, на глобальном рынке. Он больше сторонник технического анализа, быстро зашел, быстро вышел, сделал на этом себе имя. Он в том числе инвестирует долгосрочно. Интересное получилось интервью, можете посмотреть у него непосредственно на канале. Есть желание записать интервью в совместное, совместно с ним на канале. Какие бы вопросы вы задали Дмитрию, чтобы вам было интересно послушать, и в каком формате вы хотели бы, чтобы данное интервью было записано. Батл человека фундаментальным анализом и адепта фундаментального анализа, там, купи и держи Максима Петрова. Или больше посмотреть в текущей ситуации, что нет никакого смысла инвестировать сейчас на долгосрочный период, что нужно играть на коротке, что-то шортить, зарабатывать на падении. Возможно, Дмитрий может поделиться своим мнением. Напишите обязательно в комментариях под данным видео, мы соберем вопросы и запишем такого рода интервью. Возможно, длинное по таймингу получилось видео, но мы тут сразу одновременно закрыли несколько тем. В принципе, некое такое разоблачение пассивного дохода, что на самом деле его не бывает, а чтобы его получить, нужно все равно иметь капитал. И поговорили немного о том, каким образом можно этот капитал приумножать. И очень важно здесь тоже еще смотреть на реальную доходность. Ребята, если было полезно данное видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, я уже попросил, какие из затронутых тем вы считаете нужным и необходимым еще более глубоко раскрыть в наших последующих видео. Я буду вам за это очень благодарен. Ну а сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.